Перед началом ролика я бы хотел порадовать своих подписчиков. Действительно, давно я не делал халяву на своем канале. И как вы понимаете, я не просто так нахожусь на данном аккаунте. Это почти 140 уровень, но и это будет конкурс на данный аккаунт. Это не какой-то там вам ТХ-7, ТХ-8. Это ТХ-10 уже с неплохой прокачкой на халяву. Просто нужно выполнить все условия, которые будут сказаны чуть позже. Ну а тут по прокачке, как вы видите, все довольно-таки шикарно. И он на халяву. Просто выполнить условия. Так что советую вам все это выполнить. И возможно вы будете победителем. Огромное спасибо за предоставление этого аккаунта моему подписчику. Это просто шикарный подарок для меня. Ну а теперь этот подарок будет для вас. Жаль, что победитель будет всего один. Но условия, как всегда, очень простые. Я никогда не делаю сложных условий. Это просто поставить лайк, подписаться на канал, поделиться роликом в любой соцсети и написать хоть что-нибудь в комментариях. Именно так я определю победителя. Ну ты это. Если действительно хочешь попытаться выиграть этот аккаунт, то выполняй быстренько все эти условия и смотри ролик дальше. Ах да. Итоги будут ровно через неделю. Всем привет, друзья, с вами Тима. И сегодня у меня появилась достаточно интересная информация для ролика. Все мы привыкли с вами видеть дисбалансеров с одной пушкой. Так вот, теперь это удар по печени. Хотя нет, стойте, по-другому скажем. Теперь это удар по дисбалансерам. Вы просто вдумайтесь. Дисбалансер вообще без пушки. Я нашел целых три таких личности. Первые два будут, конечно, не очень прокачаны. Скажем, вообще не прокачаны. Но они тоже странные. Ну а третья личность, он и прокачан, и странен. Поэтому давайте вставим теги и посмотрим, что это за игроки. Первый тег пошел и видим то, что у него вообще не развита деревня. Аккаунт, так скажем, нету даже варваров. То есть это хакнутый аккаунт какой-то. И также, если мы перейдем на его базу, то увидим только ТХ, лагерь, домик строителя и, конечно же, шахту. Ну а вот пушки, к сожалению, у него нету. Все теги будут в описании, поэтому можете сами перейти и посмотреть, убедиться, так скажем, что действительно это игроки без пушек. Следующий аккаунт почти такой же, только меняется ник. Вставляем тег и смотрим, что у него меняется на базе. По профилю та же самая история, аккаунт не развит. И также варваров тоже у него нету. То есть мы понимаем, что этот аккаунт тоже хакнутый. И видим то, что у него строения те же самые, что и у прошлого игрока. Только расстановка другая. И все. Также у него есть геймбокс. На прошлой деревне, по-моему, не было. Ну и заключительный наш игрок. Он тоже довольно-таки странен. Ну и клан у него тоже, конечно-таки, интересный. Вставляем тег и смотрим, что у него странного. Смотрим то, что это будет дисбаланс. Только у него непонятно. Только прокачаны варвары, лучницы, хилл. Также королева и король. Нажимаем посетить и смотрим, что у него происходит на базе. Прокачан немножко забор. Также выставлен забор первого уровня. Я не знаю для чего. Ну а и с казаром, если мы посмотрим, то все казармы второго уровня. Здесь две и также сверху. И дальше он их не прокачивает. У него куча ресурсов. Королева тринадцатая. Ну а вот войска дальше он не прокачивает. И казармы не прокачивает. Действительно странный. Ну а наличие пушки тут, конечно же, тоже отсутствует. Тег будет тоже в описании. Если хотите, вы можете каждый уголок вот так просмотреть. Действительно, тут пушки нету. Ну а что касается его клана, основная странность заключается в том, то что серия побед в КВ 304. Это примерно два года непрерывной игры без проигрышей. Ну а также необходимо трофеев для вступления 666. Ничего необычного, согласитесь. Нужно всего 666 трофеев для вступления. Также серия побед в КВ 304. У каждого клана то же самое. Ничего необычного. В скобочках нет. Ну а на сегодня все. Ставим лайк. Подписываемся на канал. Пишем что-нибудь в комментарии. Участвуем в конкурсе. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok